Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире программа «Добрый день» и мы ее ведущие Дмитрий Бурлаков И ученый пес Пифагор Сегодня 27 октября Дмитрий, это вам Ой, большое спасибо, какое красивое яблоко Этот сорт называется пипин шафран Я как раз таки люблю, крупное, сочное Можно я его съем после программы? Ну, конечно, конечно А я вот предпочитаю маленькие такие яблочки, называются китайка Коллега, а ведь вы неспроста заговорили о яблоках Ну, понятно, неспроста 27 октября 1855 года родился ученый-биолог Иван Владимирович Мичурин Основоположник российской научной селекции Пифагор, будьте добры, расскажите нам, что такое селекция Да, минуточку Селекция наук о выведении новых сортов растений и пород животных Ну, теперь, наверное, понятно Новые породы животных Мичурин не выводил А вот сорта яблок, круж, вишен и абрикосов Этот, да, он вывел больше трехсот новых сортов Причем полученные сорта обязательно отвечали каким-то новым требованиям Плоды быстро поспевали или могли долго храниться Были очень крупные или имели необычный вкус Например, сорт Антоновка 600-граммовая Этот сорт называется так потому, что каждое яблоко весит целых 600 граммов Огромное! Им одним на целый день наесться можно А вот сорт Китайка, которую вы, коллега, так любите, отвечает своим требованиям Он был выведен специально для северных широт, где постоянно дуют ветра Да, вот так Мичурин Его имя стало нарицательным Многих селекционеров-любителей так и называют Мичуринцы Ну, а мы продолжаем нашу программу И расскажем вам еще об одном нашем известном соотечественнике 27 октября 1852 года Родился московский предприниматель и городской голова Николай Александрович Алексеев Так, посмотрим Городской голова Мэр города в дореволюционной России Алексеев был им на протяжении 12 лет И успел сделать для Москвы очень многое Он был настоящим хозяином При нем в столице появились новые школы, больницы, магазины Были оборудованы системы канализации и водопровода Водопровод? А вы не ошибаетесь, коллега Водопровод, как известно, появился в Москве еще при императрице Екатерине Второй Совершенно верно Но по нему вода подавалась лишь на Сухареву башню А по домам ее развозили в бочках водовоза Затем вода стала поступать в специальные водозаборные фонтаны Что-то вроде современных водокачек И этого вполне хватало Но время шло Москва расширялась И для многоквартирных домов подача воды стала уже большой проблемой Алексеев предложил проложить по городу сеть труб Установить насосные станции Чтобы люди могли провести водопровод прямо к себе в дома Так что можно сказать, что в квартирах у нас вода течет благодаря Алексееву А как городской голова упорно добивался цели? Вот позвольте один факт Когда на заседании городской думы было принято решение построить лечебное заведение для душевнобольных Алексеев лично объезжал московских купцов И уговаривал их пожертвовать на благое дело Один из купцов в шутку сказал Поклонись в ноги Тогда дам 300 тысяч И Алексеев, не задумываясь, бухнулся в ноги купцу И тот немедленно выложил обещанную сумму Больницу в итоге отстроили Она существует до сих пор и носит имя Николая Александровича Алексеева Я думаю, это очень правильно Называть больницы, школы, улицы в память о выдающихся людях Чтобы помнили А вот, например, в Москве есть улица, названная в честь героя нашего следующего сюжета 27 октября 1941 года В воздушном бою под Москвой погиб военный летчик Виктор Тололихин Он прославился тем, что 7 августа 1941 года Одним из первых произвел таран вражеского самолета в ночном воздушном бою На маленьком истребителе он протаранил немецкий бомбардировщик В темноте ночью подкрался сзади и раз И срезал винтом хвост вражескому самолету Да, он решил идти на таран после того, как кончились боеприпасы Ведь немецкий самолет летел бомбить Москву, а этого допустить было никак нельзя Сам летчик был ранен в руку, и ему пришлось прыгать с парашютом Приземлился он в лесу Но ему помогли выбраться местные жители И уже утром он доложил об успешно проведенной операции За этот подвиг Тололихину было присвоено самое высокое звание Героя Советского Союза А буквально через пару месяцев Виктор Васильевич погиб в воздушном бою с фашистами над городом Подольском Недалеко от места его гибели сейчас стоит памятник отважному летчику А знаете, Дмитрий, мне захотелось исполнить какую-нибудь торжественную мелодию В честь этого смелого летчика Ну вот, например, военный марш На чем-нибудь Ну, например, на скрипке Пифагор, какая скрипка? Военные марши на скрипке не исполняются Да я знаю, я заговорил о скрипке потому Что наш следующий герой владел этим инструментом просто виртуозно 27 октября 1782 года в итальянском городе Генуя Родился скрипач, гитарист и композитор Николо Паганини А вот тут написано, что у него были, извините, паучьи пальцы Может, это ошибка? Да нет, не ошибка У Паганини действительно были очень длинные и тонкие пальцы Поэтому кому-то они могли напомнить лапы паука Наверное, благодаря таким пальцам музыкант Паганини Удавалось играть сложнейшие произведения Настолько сложные, что многие думали, будто Паганини владеет какой-то мистической техникой Он, например, мог исполнить сложнейшее произведение на одной единственной струне Никто не мог разгадать секреты его мастерства На самом деле оно заключалось в его необычайной музыкальной одаренности Паганини изобрел новые приемы скрипичной игры А-а-а, я знаю, 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 что вы имеете в виду Пицциката и флажолеты, ведь так? Да-да, именно так Пицциката Прием игры, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны Так, а при флажолетах к струне прижимается палец в определенном месте И звук повышается на октаву, нонну или дециму Коллега, вы знаете такие музыкальные тонкости Вы, может быть, сами играете на скрипке? Ну, к сожалению, нет У меня, знаете ли, лап короткие Но, теоретически, я кое в чем подкован И эта ваша подкованность, надо сказать, бывает просто необходима для ведения нашей программы Рад стараться Ну что ж, а мы сейчас поздравляем именинников С Днем Ангела мы поздравляем тех, кто крещен во имя преподобных Пороскевы и Николы Святоши, князя Черниговского А также новомучеников Михаила, Петра и Максимилиана С праздником вас, дорогие друзья! Многое вам и благая лето! Ну, а мы еще раз напоминаем о событиях сегодняшнего дня Дмитрий, прошу вас Благодарю вас, Пифагор! Итак, 27 октября 1855 года родился биолог-селекционер Иван Владимирович Мичурин В 1852 году в этот день родился московский городской голова Николай Александрович Алексеев 27 октября 1941 года погиб в воздушном бою герой Советского Союза летчик Виктор Талалихин И в этот день, в 1782 году, родился композитор и скрипач Никола Паганини И на сегодня это все! До завтра! И пусть ваш день будет добрым!